Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь все это и многое другое подробно. Ряд депутатов из оппозиционных партий выступили с инициативой заслушать в парламенте премьер-министра Павла Филиппа. Предложение внес депутат от ЛДПМ Вадим Пестренчук. Народный избранник напомнил о недавней резолюции Европарламента о тревожной ситуации в нашей стране. По его мнению, глава Кабмина должен дать разъяснение по этому вопросу. Поводом вызвать премьер-министра в парламент послужила недавно принятая резолюция Комитета по внешней политике Европейского парламента. В ней наша страна названа захваченным государством. И отмечено, что Молдова откатилась назад в том, что касается демократических стандартов и верховенства закона. Чтобы прояснить сложившуюся ситуацию, депутат ЛДПМ Вадим Пестренчук обратился к спикеру Андреану Канду с предложением. У вас есть право воспользоваться своими полномочиями, чтобы включить в повестку дня сегодняшнего заседания заслушивание премьер-министра и правительства в связи с резолюцией, одобренной 9 октября 2018 года, Комиссией внешней политики. По моему мнению, документ является катастрофическим не только в плане нашего европейского курса развития, но и в плане демократических стандартов. Однако предложение либерал-демократа председатель парламента Андреан Канду проигнорировал. Я получил документ с вашей просьбой. Спасибо большое. Напомним, в резолюции Европарламента выражается обеспокоенность утверждением смешанной системы голосования. По мнению евродепутатов, это противоречит рекомендациям ОБСЕ и Венецианской комиссии. Также в парламенте Европы заявили об отсутствии в Молдове независимой системы правосудия, прогресса в борьбе с коррупцией, расследовании кражи миллиарда, о монополизации СМИ и ущемлении гражданского общества в свободе действий. Европарламент решил временно заморозить выделение Молдове макрофинансовой помощи от ЕС с оговоркой, что средства могут предоставить в случае проведения прозрачных, справедливых и честных выборов в феврале будущего года. Сегодня же в парламент пригласили представителей Центра антикоррупции и Нацбанка. Их попросили отчитаться о уходе расследования кражи миллиарда. С того момента прошло 4 года, однако официально никто так и не озвучил ни имена причастных банковской афере, ни куда были переведены деньги. Весной комиссия по экономике, бюджету и финансам обязала Национальный банк деперсонализировать второй доклад Кроул и представить его депутатам, чего не произошло до сих пор. Комментируя это, премьер-министр Павел Филипп сослался на требования детективного агентства и его договоренность с главным финансовым органом страны о неразглашении результатов расследования. Напомним, инициативу устроить в парламенте слушание по делу кражи века выдвинули социалисты, их поддержали большинство депутатов. К другим темам. Техническая экспертиза жилого дома на проспекте Москова-11 уже началась. Об этом сообщил корреспондент РТР Молдова, глава пресс-службы мэрии Вадим Брынзанюк. Накануне спасатели завершили работы по демонтажу неустойчивых конструкций. Жильцам, пострадавшего от взрыва подъезда, разрешили ненадолго зайти в свои квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. В ходе технической экспертизы специалисты проверят весь дом по адресу проспект Москва-11. Заниматься этим будет агентство технического надзора. Такую информацию сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом РТР Молдова, глава пресс-службы мэрии Вадим Брынзанюк. Напомним, в субботу в жилом доме столичного сектора Рыжкань произошел взрыв, разрушивший шесть квартир. По предварительным данным, в квартире на 15 этаже шестого подъезда произошла утечка газа, и взрыв спровоцировала включение света. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. В течение пяти дней проходил демонтаж неустойчивых фрагментов жилого здания и укрепление стен. К этим работам привлекли более 80 спасателей и карабинеров. Жильцам подъезда разрешили ненадолго зайти в свои квартиры, чтобы забрать личные вещи, одежду и документы. По данным пресс-секретаря службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу, 29 эвакуированных жильцов размещены в бывшей больнице железнодорожников, остальные временно проживают у родственников и друзей. Хозяйка квартиры, в которой прогремел взрыв и пострадавший в ходе работ спасатель, остаются в больнице скорой помощи. Речь идет о шестом подъезде, который пострадал. В других подъездах люди живут. Напомним, в мэрии распорядились выделить 13 миллионов леев на устранение последствий взрыва в секторе Рыжкань. 10 миллионов леев пойдут на ремонт разрушенных квартир и 3 миллиона в качестве материальной помощи пострадавшим. Со стороны правительства будет выделена сумма в 50 тысяч семьям погибших. Продолжаем выпуск. Заплатил и спи спокойно. 15 октября истекает последний срок уплаты налога на недвижимость за текущий год. Оплатить можно в почтовом отделении или банковском филиале, а также с помощью правительственной услуги электронных платежей на сайте mpay.gav.md или на сайте налоговой службы servici.fisc.md. До 15 августа граждане могли оплатить данный налог со скидкой 15%. По данным Государственной налоговой службы, на середину августа этой возможностью воспользовались около 70% налогоплательщиков. Отметим, что от уплаты налога на недвижимость освобождаются пенсионеры, а в отношении остальных категорий лиц, которые не оплатили налог вовремя, будут применены штрафы, включая конфискацию частной собственности. Голосовать могут все. Конституционный суд посчитал незаконным исключение из процесса граждан, которые официально признаны недееспособными из-за ментальных отклонений. По мнению судей КС, это противоречит не только конституции Молдовы, но и международной практике. В решении КС отмечается, что государство может обеспечить таких людей брошюрами о выборах и гарантировать доступ к информации. Эти меры снизят опасность того, что граждане попадут под чьё-либо влияние или проголосуют неосознанно. О других актуальных событиях в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Кража миллиарда повториться не может. Такое мнение изложил премьер-министр в ходе передачи на одном из телеканалов. Павел Филипп заверил, что Кабмин принял все возможные меры для профилактики подобного мошенничества. В том числе укреплены и стабилизированы банковская система и Нацбанк. Филипп добавил, что если будет возвращено выявленное и изъятое имущество, полученная сумма превысит миллиард долларов, украденные из банковской системы. Улучшение медицинского обслуживания в сельской местности продолжится. Власти запустили второй этап компании «Доктор для тебя». На этот раз целью является предупреждение случаев рака груди. Жительницам сел бесплатно сделают мамографический скрининг. Автопарк мобильной бригады врачей пополнился. Онкологический институт закупил еще четыре машины. Три из которых оборудованы для проведения мамографии и в одной будут проводить радиографию. График выезда мобильных групп разместят на сайте Министерства здравоохранения и Онкологического института. В рамках первого этапа кампании обследовали около 20 тысяч человек. Оставили возможность для нечестного маневра. Закон о рекламе, по мнению нескольких депутатов, требует доработки и содержит лазейку для политической агитации в интернете, а также не решает проблему монополии на рекламном рынке. Депутат от ЛДПМ Джорджи Макану акцентировал внимание на том, что за деньги любой человек может разместить в интернете политическую рекламу от своего имени. И тогда партия, за которую он агитировал, указывать эти расходы в официальных отчетах не будет. Один из авторов закона проекта, медиаэксперт Евгений Рыбко, привел аргументы, что регулирование отрасли в таком примере сталкивается со свободой выражения мнения. Демократ Серджио Сырбу указал на то, что нужно запретить заниматься политической рекламой неправительственным организациям. Несмотря на недочеты, парламент утвердил документ в первом чтении. Сертификат на 20 тысяч леев получили от Башкана Гагаузии родители новорожденных двойняшек. Накануне Ирина Влах лично приехала в село Кангас Камрадского района, чтобы поздравить семью в одночасье, ставшую многодетной. Появление на свет Вадима и Максима ожидали сестры Светлана и Дарья. В Гагаузии региональная программа по поддержке материнства действует уже два года. За рождение первого ребенка родители получают одну тысячу леев, за второго и последующих полторы тысячи леев. Родителям двойни, согласно постановлению исполкома, выплачивают единовременное пособие в размере 20 тысяч леев. Мама и папа тройни получают 50 тысяч леев. Уроженец Молдовы получил высокую награду в Австрии. Артисту балета Михаилу Сосновскому вручили гран-при по культуре во дворце Палфи в Вене. В 14 лет Михаил переехал из Кишинел в столицу Австрии, где стал солистом балета Венской государственной оперы. На торжественной церемонии от имени Молдовы звезду мирового балета поздравил посол нашей страны в Австрии Виктор Осипов. Награда тем ценнее, что танцору балета ее присудили впервые. Как правило, лауреатами становятся актеры театра или певцы. Приятное впечатление увезет из города Белс российский композитор Александр Журбин. Накануне на открытии кинофестиваля «Свидание с Россией» автор музыки известной песни «Тучи в голубом» признался, что теплый прием со стороны жителей города пришелся ему по душе и поблагодарил аудиторию за открытость и искренность. После творческой встречи с гостями из России горожане увидели фильм, посвященный 200-летию Ивана Тургенева, а затем кинодраму «Первые» российского режиссера Суворова. Продолжаем выпуск. Суматоха в центре города. Кишинео готовится к празднованию своего дня. На центральной площади рабочие устанавливают сцену, оборудуют зоны, где жители и гости столицы смогут отведать национальные блюда и напитки. 14 октября городу исполнится 582 года. Горожане вовсю строят планы на праздничный день. Через несколько дней столичная площадь национального собрания заполнится тысячами горожан, звуками зажигательной музыки и танцами. А пока там кипит работа. Сводят все необходимое и устанавливают временные конструкции. Жители столицы поделились своими планами и рассказали о том, чего бы им хотелось в этот день для полного счастья. День города, да, было праздновать концертом. Побольше развлечений для детей, если честно. Хорошая музыка, хорошие содержательные песни, приятные лица прохожих. Чтобы было красиво. Концерт, может быть, фейерверки. Петре, чем мы с вами, мы с пиздила цары. Будем праздновать всей семьей, к нам приедут гости из села. А в городе хотелось бы концерта для детей, чтобы было где развлечься. Думаю, что буду праздновать, но только за городом. Потому что так спокойнее. Наверное, с друзьями куда-нибудь выберемся. Для других этот день будет совершенно обычным и даже будничным. Скорее всего, не буду праздновать, буду работать. И я обычно не праздную. Почему? Не люблю большой столпотворение людей. И мне лично не нравится то, что люди приходят пить в основном алкоголь. И вот этот народ ходит по городу и не очень лицеприятно. Тем, кто выберется на праздник в центр города, скучать не придется. Их ждет обширная развлекательная программа. По традиции празднование начнется с возложения цветов к памятнику Штефана Чалмаре. Затем в кафедральном соборе пройдет божественная литургия. Старт праздничным гулянием на центральной площади дадут в 11 часов. Своими выступлениями порадуют десятки исполнителей, бокальные и танцевальные коллективы. Откроют художественные, книжные и ремесленные выставки. В парке Штефана Чалмаре с 16.00 до 18.00 будут танцы в ритме вальса и танго. Главный концерт начнется в 17.30 и завершится ближе к полуночи. На этот раз праздник обойдется без салюта. Распоряжение подписал накануне в Рио Мэра Руслан Кадряну. Решение было принято после взрыва в доме сектора Рыжкань в знак солидарности с его жертвами и их семьями. Идею поддержали многие горожане. Думаю, что это хорошо, потому что это трагедия. Отменить в знак солидарности – это правильно. Правильно. Да, лучше, скромнее. Ну, наверное, это правильно. В принципе, как бы салют. Можно было бы сделать на эти деньги, сколько стоит салют. Можно было бы сделать какие-то там, ну не знаю, помощь какую-то бедную. Впрочем, не все нашли связь между отменой фейерверка и трагедией. Сомневаюсь я, однако. Почему? Потому что салют есть салют. А взрыв на Рыжкановке связан с газовым баллоном. Праздновать день города 14 октября начали с 2002 года. Ранее торжества в столице по этому поводу проводили в первое воскресенье октября. Валентина Остатная, Руслан Каунов, Вести, Молдова. Между тем, снова столичным водителям придется учесть предстоящие события в центре города и внести корректировки в свои планы. Примария Кишинева предупредила, что в связи с подготовкой к празднику и, собственно, торжествами, движение по площади приостановят. Продумывать пути проезда придется с 13 октября с 22.00. Автомобили не смогут проехать по бульвару Штефана Челмаре в периметре улиц Измаил и Михаил Витязул. Общественный транспорт перенаправят на соседние улицы. Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей следовать временным дорожным указателям, а также не садиться за руль после употребления алкогольных напитков. Движение на центральных улицах столицы возобновят 15 октября в 16.00. А далее перейдем к спортивным новостям. Футбольные фанаты в нетерпении. Сегодня в столице состоится матч Лиги наций между сборными Молдовы и Сан-Марина. Команды встретятся на главной арене стадиона Зимбру. Напомним, в предыдущих матчах Лиги наций Молдова уступила Люксембургу со счетом 0-4 и сыграла в ничью с Белоруссией. О других новостях из мира спорта в нашем традиционном обзоре. Три золота и одна бронза – таков результат участия молдавских тейквондистов на международном турнире в Ясах. Спортсмены из Камрата выступили достойно и показали захватывающую борьбу. Первые места заняли Иван Стаматов, Виктор Крайтор и Евгений Караман. А Дмитрий Топалов забрался на вторую ступень пьедестала. В международном турнире по тейквондо среди детей, кадетов и юниоров принимали участие команды из Румынии, Украины и Молдовы. На призовые места претендовали более 300 спортсменов. Молдавские команды выбыли в первом же раунде европейских кубковых турниров по гандболу. По финансовым причинам три мужских клуба сыграли оба матча на выезде – Финляндии, Голландии и Австрии. ПГУ из Тирасполя уступил финской команде Дикин, а столичная команда «Лимпус-85» проиграла в обеих встречах голландцам из Харри Абдач. Поражение потерпели и гандболисты Чубурчиу, сыграв с австрийцами из Берегинца. Федерация велоспорта приглашает всех на открытый чемпионат Молдовы по маунтинбайку и велокроссу. Он состоится 21 октября на трассе для мотокросса в районе Скиносы. Зарегистрироваться для участия можно онлайн, либо в день соревнований. Выйти на старт может любой желающий – от любителя до профессионала. При этом никакого стартового взноса не нужно. Главное при себе – иметь огромное желание и отличное настроение. Сотрудник пограничной полиции Молдовы Алексей Дорин стал железным человеком. Почетный титул он завоевал на соревнованиях по триатлону «Айронмен Барселона-2018», проявив стойкость и желание идти до конца. Эти спортивные состязания считаются одними из самых престижных и сложных. В них участвуют мужчины и женщины, профессионалы и любители разных возрастов со всего мира. Участники должны преодолеть полную дистанцию триатлона. Почти 4 километра в плавь, 180 километров на велосипеде и 42 километра бегом. Мероприятие прошло 7 октября в испанском городе Калелья. Пятое место на юношеских Олимпийских играх в Бен-Асайресе завоевал молдавский дзюдоист Алин Багрин. Он дебютировал с поражения в весовой категории 100 килограммов, проиграв будущему обладателю бронзы Венгру Жамбора Вега. Переквалификации Багрин одержал две победы, преодолев соперников из Бурунди и Ирана. Но в поединке за бронзу уступил турецкому спортсмену Амеру Айдыну. Одна победа и одна ничья. Юношеская сборная Молдовы в возрастной категории до 15 лет накануне провела два товарищеских матча подряд. В первой встрече она обыграла команду Реал Сукчес со счетом 3-1. Голы у сборников забили Виталий Думбрава и Думитру Продан. Второй матч со сборной региона в Молдовы ребята свели в ничью 1-1. Игра проходила на столичном стадионе Жома-Арена. Сейчас короткая реклама, сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире Вести мы продолжаем говорить о главных событиях дня. И переходим к основным новостям из-за рубежа. Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг вернулись в звездный городок. Спасенный экипаж Союза доставили с Байконура сегодня утром. Герои чувствуются бы хорошо, но ближайшие два дня они проведут под присмотром врачей. Самолет с экипажем Союза МС-10 приземлился на аэродроме Чкаловске в назначенное время. Состояние российского космонавта Алексея Овчинина и его американского коллеги астронавта НАСА Ника Хейга хорошее, фиксируют врачей. Тем не менее, им необходима обязательная в таких случаях реабилитация. Она пройдет в звездном городке. Космонавты здоровы, абсолютно здоровы, самочувствие у них хорошее. Просто регламентом предусмотрено необходимо, как диспансеризация, обследование, а так они здорового в медицинской помощи не нуждаются. Специальная комиссия уже приступила к изучению причин аварии. На месте падения в Казахстане найден фрагмент створки головного обтекателя ракетоносителя Союза ФГ. О нештатной ситуации через несколько секунд после старта экипаж предупредил автоматика. После чего Алексей Овчинин и Ник Хейг перешли в режим баллистического спуска. Все это время связь с Землей не прерывалась. Вскоре экипаж благополучно приземлился в степи. Космонавтов отправили в медсанчасть Байконура, а эксперты приступили к изучению обстоятельств случившегося. Корректировка программы, естественно, будет. Может быть, на несколько дней мы продлим полет этого экипажа. Но там нет у нас большой возможности продлять намного этот полет. Постараемся, насколько возможно, ускорить старт следующего экипажа. Но, естественно, будем программными методами пытаться минимизировать эти возмущения. В поисково-спасательной операции были задействованы все необходимые службы и специалисты. Место посадки экипажа нашли быстро. Руководство НАСА вчера еще на Байконуре отметило профессиональную работу нашей поисковой системы спасательной и Росавиации. Насколько все было отработано штатно, насколько все было отработано профессионально и быстро. Все полеты на ракетах этого класса приостановлены до выяснения причин. Россия выступает против протекционизма и диктата силы, который сопровождается обходом международных норм. А активное участие Москвы в мировых делах и открытость к партнерским отношениям продиктованы национальными интересами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая накануне верительные грамоты от послов зарубежных государств. В Александровский зал Большого Кремлевского дворца приехали более двух десятков дипломатов. Перед началом церемонии будущие послы много улыбаются, пьют чай с конфетами, обмениваются визитками. Каждому предстоит выстраивать линию сотрудничества с Москвой. У каждого Владимир Путин принимает верительную грамоту. С этого момента они официально представляют в России интересы своих стран. Рукопожатие, совместное фото, внимательно слушают речь президента. По сути, это позиция России. Мы категорически не согласны с использованием в обход международных норм, международного права, политически мотивированных протекционистских мер и диктаты силы. Активное участие России в мировых делах, открытость к партнерским, взаимовыгодным отношениям со всеми странами и регионами продиктованы нашим главным национальным интересом. Это обеспечение максимально благоприятных условий для динамичного развития, для решения масштабных социальных и экономических задач, повышения качества жизни граждан России. Все это послам нужно учитывать, чтобы сотрудничество было выгодным для обеих сторон. Мои руководители хотят видеть цифры, хорошие цифры, экспорт, передача технологий, инвестиции. Так что задача посла заключается в продвижении экономических интересов. У двух наших стран есть общие интересы, которые остаются неизменными, независимо от международной обстановки. Все они сменяют в депредставительствах своих предшественников. Это сложившаяся практика, послы не остаются на два срока подряд. Президент России кратко описывает отношения между странами. Вот, например, Узбекистан. В ходе предстоящего на следующей неделе государственного визита в Ташкент у нас с президентом Шавкатом Мирзиёевым состоятся обстоятельные переговоры. Вместе с главой Узбекистана дадим старт строительства Росатомом, первой узбекской атомной электростанции. А вот об отношениях с Болгарией. В своё время, к сожалению, не удалось реализовать проект «Южный поток». Но сейчас появляются новые возможности для того, чтобы Болгария играла весомую роль в транзите российского газа на европейские рынки. В приветственной речи Владимир Путин упомянул ряд проблем, где необходимо международное сотрудничество, борьба с терроризмом, преодоление последствий сирийского кризиса. При нашей решающей роли удалось нанести сокрушительный удар по террористическому интернационалу, сохранить государственные страны. На повестке дня восстановления разрушенной экономики, инфраструктуры, возвращения на родину миллионов беженцев, что позволило бы снизить миграционную нагрузку на многие европейские страны. Рассчитываем, что помощь сирийцам в решении этих вопросов станет совместной задачей мирового сообщества. По мнению Путина, сейчас остро не хватает классической дипломатии, силы слова и переговоров. Именно этого Россия ожидает от всех стран, в том числе тех, чьих посланников принимали в Кремле. Пропажа журналистов в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле не может быть поводом для прекращения экономического и военного сотрудничества Вашингтона с Эр-Риадом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что речь идет о 110 миллиардах долларов, которые в противном случае могут получить Россия или Китай. В качестве еще одного аргумента хозяин Белого дома сообщил, что оппозиционный журналист исчез не в Америке и не был гражданином США. Между тем, противодействие политике США, которая негативно влияет на весь мир, обсуждается сегодня в Душанбе на Совете премьеров стран Шанхайской Организации Сотрудничества. Россию представляет председатель правительства Дмитрий Медведев. В центре внимания взаимодействие 18 государств в рамках ШОС. В Душанбе к встрече глав правительства Шанхайской восьмерки подготовились безупречно. Многочисленных гостей удивляют восточной щедростью и таджикским гостеприимством, а еще, конечно, прекрасной солнечной погодой. Началось заседание в расширенном формате. В нем принимают участие главы правительства восьми государств, входящих в ШОС, а также страны-наблюдатели и партнеры по диалогу. Ранее Дмитрий Медведев и Эмамали Рахмон пообщались глазу на глаз. Президент Таджикистана принимал российского премьера во Дворце нации в рабочем кабинете. По кадрам протокольной съемки видно, как тепло приветствуют друг друга политики, долго жмут руки и начинают общение. Очень рад в этом году встретиться друг с нами второй раз и желаем вам приятного пребывания и за возможность встретиться и обсудить наши двусторонные души. Спасибо за то, что у нас есть возможность встретиться в формате Совета главправительства Шанхайской организации сотрудничества. Я действительно второй раз в дружественном Таджикистане в этом году. Это символ нашей дружбы. Спасибо за добрые пожелания. Надеюсь, что во время встречи мы сможем обсудить разные вопросы. О скоростях, на которые в этом году вышла работа Шанхайской организации сотрудничества, сегодня говорят все участники встречи. Среди актуальных вопросов – стратегическое партнерство и увеличение товарооборота, совместные проекты в энергетике и образовании. В узком, а затем и в широком составе участники Совета главправительств говорят о сотрудничестве в таможенной сфере, о снятии утомительных административных барьеров, конечно, для бизнеса. В центре внимания обсуждение бюджета на 2019 год. Шанхайская организация сотрудничества сегодня объединяет почти половину населения планеты и четверть ее территории. Скандально известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сегодняшнюю ночь провели в следственном изоляторе в качестве арестованных. Их взяли под стражу до 8 декабря. В ближайшие два месяца в Бутырской тюрьме проведет и Кирилл Кокорин, брат футболиста. Адвокаты подозреваемых в хулиганстве уже заявили, что намерены обжаловать решение суда. В автозаках одного за другим в Тверской районный суд Москвы привезли еще недавно просто скандальных футболистов, а теперь фигурантов уголовного дела Александра Кокорина и Павла Мамаева. Первым меру пресечения начали определять игроку «Зенита». И если на допросе в полицию он постоянно улыбался и даже подмигивал в камеру, то на суде за стеклом спортсмен уже не выглядел таким самоуверенным. Следователь напомнил суде, что у Кокорина есть и деньги, и связи, а значит он может либо скрыться, либо надавить на свидетелей. Поэтому на свободе футболист оставаться не должен. В свою очередь сам Кокорин рассказал, что сотрудник Минпромторга Денис Пак, которого он избил стулом в кафе, якобы вел себя очень агрессивно, демонстрировал ярость и нетерпимость. Кроме того, спортсмен сказал, что ему очень стыдно перед клубом, родителями и болельщиками, а его поведение было недопустимым. Признаю, я вел себя недопустимо. Раскаиваюсь и обещаю, что к нему все возможно, чтобы заслужить прощание. Текст своего извинения и слова раскаяния Александр Кокорин зачитывал по той самой шпаргалке, так ни разу не подняв глаза. В это же время в соседнем зале начали определять меру пресечения второму футболисту Павлу Мамаеву. Он сразу же заявил, что в драке в кафе не участвовал, скрываться от следствия не собирается и даже готов сдать загранпаспорт. На суде все это, очевидно, впечатление не произвело. Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. Полагаем, что данное решение излишне жесткое. Оно не соответствует степени того деяния, в совершении которого подозревается Павел. И более того, мы имеем веские основания заявить о непричастности к совершению хулиганства, поскольку это подтверждается объективно той видеозапись, которую мы имели возможность полностью посмотреть вчера на следственных действиях. Адвокаты намерены обжаловать решение суда. Уголовное дело, главными подозреваемыми в котором являются двое известных футболистов, возбудили по статье хулиганства совершенная группа лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по ней – 7 лет лишения свободы. В Афинах закрыт для посещения знаменитый Акрополь. В Греции проходит забастовка работников культуры. Они опасаются, что власти начнут приватизацию исторических объектов, а это один из самых доходных секторов экономики. Благодаря туристам археологические памятники и музеи приносят стране 100 миллионов евро в год. В правительстве называют забастовку бессмысленной, поскольку таких планов якобы нет. Но работники культуры требуют письменной гарантии, которой греческие власти давать отказываются. В Севастополь сегодня прибыл учебный корабль Балтийского флота «Перекоп». На его борту более 200 курсантов. Они прошли морскую практику, совершив кругосветный поход. «Перекоп» пересек 4 океана, преодолев в общей сложности более 45 тысяч миль. Более 200 курсантов Калининградского и Санкт-Петербургского военно-морских училищ бежали по трапу на берег, соскучились по земле. С 91-го года не было таких походов с участием курсантов военно-морских училищ. На борту корабля все они несли службу в качестве матросов. Стояли на вахте, прокладывали маршрут. Проходили штурманскую практику, решали задачи по определению места по солнцу, по звездам. Ну и вели, соответственно, изучали вероятного противника, попутно вели съемку иностранных кораблей, которые нас сопровождали в течение всего похода. Встречали в порту Севастополя курсантов по всем русским морским традициям хлебом с солью. Лично приехал поздравить учащихся командующий Черноморским флотом Александр Моисеев. В России определился список городов, аэропорты которых будут носить имена прославивших страну граждан. Масштабный проект. Все желающие смогут принять в нем участие и проголосовать на сайте, который уже начал работу. О том, какие воздушные гавани будут носить великие имена России, наш следующий репортаж. Масштаб космический, имя планетарного значения. Гагарин так назовут воздушную гавань под Саратовом и словно ветер истории в этих чуть размытых солнечных кадрах. В Ростове-на-Дону аэропорт Платов, в Кемерово Алексей Леонов, первый человек в открытом космосе родом из Кузбасса, в Махачкале аэропорт имени дважды героя Советского Союза Амет Хан Султана. Великие имена, связь времен. К сожалению, эта связь времен, по утверждению известного классика, имеет иногда опасность разрываться. Необходимо не только исследование серьезное в историческом обществе, но и серьезная популяризация нашей культуры, нашей истории, нашей науки. Владыка Тихон, автор идеи, которую уже подхватили четыре исторических общества и Министерство культуры, уточняет. Совсем недорогой проект, но сколько стоит украсить фасад или дополнить пространство чем-то памятным, узнаваемым, в историческом контексте бесценен. Международный аэропорт Шереметьево, например, можно назвать Достоевским. Это ведь самый читаемый на Западе русский писатель. Домодедово, как вариант, Лев Толстой, ближе к Ясной Поляне. Причем не заменить великим именем, а дополнить, сохранив и привычные названия, и международный код. Это международная классификация, и она не будет меняться. Возможно, на билетах это будет написано. Ну, несложно написать на билете, но ничего переименовывать географически не собираемся. Вся информация на новом сайте, в поисковой строке «Русские буквы». До 22 октября его можно будет только изучать внимательно. Общественная палата каждого региона формирует свои топ-листы имен претендентов. А вот после время проявить творческую инициативу. Масштабный проект станет всенародным конкурсом, и уже к концу года крупнейшие аэропорты страны обретут великие имена. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Коряк. Оставайтесь и далее на нашем канале, и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Продолжение следует...